скончался горбачёв на 92 году жизни безусловно эта эпоха как бы мы к нему относились я-то вот явно его не его симпатизант всякого я хлебанул в конце 80-х состояв в радикальных объединениях типа демсоюза но да бог с ним и личность он действительно была историческая эта эпоха несомненно он волей-неволей тут уже можно спорить но присутствовал к в качестве руководителя похоронной комиссии советского союза и значит как кейтель подписывал пакт о поражении в холодной войне ну то есть действительно ему такая участь досталась так или иначе но тем не менее ты знаешь противоречиво какая-то часть большая часть конечно в россии вы считали предателем там все остальное но вот я бы сказал я бы сказал что та часть небольшая которая как бы считаете обязанным оценивает его заслуги там про свободу глаз и чертячок говорят что он дал старт изменению коммунистической политики по отношению к народу отпустил диссидентов в конечном итоге гласность привела ко всем остальным последствиям я оцениваю к тому почему вообще все пришло сегодня да они так что в 90-х было отлично практически заебись но вот почему то сейчас мы живем в концлагере там в россии но так или иначе вот на твой взгляд вообще через контекст нынешней войны какова это роль горбачёва ельцин понятно какая на него всех собак можно вешать потому что тоннам сосватал этого значит мелкого а какая здесь у него у него роли несет ли он это ответственность за все последствия что случились со страной или нет только часть ну так он же несет ответственность за отложенные релаксационные войны на распады ссср которые война между украиной россии сейчас это и есть релаксационных войн распады ссср поэтому почему он ее несет по одной простой причине у нас сейчас мало кто помнит хотя видел такие мнения что горбачёв когда пришел к власти он никакую перестройку и новое это мы сразу не били например он поставил задачу победить в афганистане восемьдесят шестой год это год очень самых больших потерь в афганистане и по моему насколько я помню и очень сильных операций таких вот как бы когда бросили все сказать с целью добить манджахедов например никакой разрядкой он сказал задавить задавить потом он объявил все-таки перестройку гласности все остальное внешней политики он очень-очень жесткий был это второе наступление время последнее наступление в анголе там много чего происходило фанта второго мирового вернее в холодной войны и тогда успел успешно самое что удивительно у нас считается что запад повыигрывал все войны в холодную войну это не так в вьетнаме проиграл в корее непонятно в анголе проиграл там и прочее очень много было этих на кубе проиграл много было нюанса но суть не в этом суть в том что хотя и в этом тоже потом когда он объявил реформу советского союза перестройка гласность ускорения он в короткие сроки понял что он не в состоянии справиться с советской бюрократией военно-промышленным комплексом аппаратом спецслужб и так далее и вот тут вот в этой ситуации стала самым главным вопросом какую стратегию это человек применит когда он не в состоянии справиться объявил ли он ли войну нет он конечно немножко пощипал после пролета руста там генералитетом и так далее и так далее что он сделал он заведомо сознательно решил нанести поражение советскому союзу во внешнеполитической борьбы для того чтобы срезать бюрократическую верхушку внутрь вот разрушить разрушить вот это костное консервативное гбш на военное стадо которая бракра бюрократическая которая цыковская которая не хотела позволить отказываться от власти и вот он заведомо завел ленинским путем заведомо в поражение в империалистической войне чтобы выиграть гражданскую аппарат но вопрос а были у него силы даже после этого выиграть эту войну все кончилось форосы все кончилось тем самым ушлый товарищ ельцин запрыгнул на танк россия провозгласила независимость от кого после прибавить стран балтии это первая республика советского союза который позволяет зрительность украина аж через год провозгласил а еще был референдум когда все все дружно украинцы проголосовали за сохранение советского союза там и так далее чем такая интересная история был и тогда союзная элита республик решила что надо прощаться с горбачев обращаться с горбачевым можно было одним единственным способом военный период когда провалился это было прикончить с результате беловежской пущи ельцин шушкевич крючок и они вот добивают сейчас можно много говорить о том что они хотели стать вот там роутшильдами все избавиться от партбилетов но приобрести собственность и так далее так далее но я думаю что чисто по персонале я думаю ты очень хорошо должен дополнить противостояние если на грабачеву она там и все остальное это было противостояние фигур лиц за которыми стояли разные подходы к наследию советского союза вопросом сохранения его либо развала и и кроме лично персонально гражды еще очень разные видения цен ценности обнажились как что строим какую страну струю обнаживаю кланы союзные планы союзные плюс здесь же сюда здесь еще очень сильно разные пути видения были что-то только не предлагалось я как сейчас помню еще союз был еще еще бы уже в их каком году были первые выборы свободно 89 когда кроме кпс в конце вот вот сначала что у нас на же экономику сначала отпустили властность далее там и так далее потом на попытались то есть сначала экономические подошли потом обнаружили что экономика и политика слишком тесно связаны нельзя разорвать за реформировать экономику без сопротивления аппарата начали бороться с аппаратом региональные прочие исторические проблемы накопились и так далее и проигрышем это же это же не кончилось ничем вот эти вот товарищи которые сейчас у власти в россии которые жалеют распаде союза как а больше наибольшей там трагедии и так далее и так далее они же восприняли распад союза как личное поражение это были парни которые только начали делать карьеру которые верили в то что он союз могучий сильный мы всех задавим и мы тут правим здесь правим и там вот в этих анголах и вьетнамах тоже правил с американцами бою ни с кем-нибудь но блин противник интересная жизнь да впереди куча побед проигрыши на это же духа настоящая борьба и прочее прочее они проиграли очень хитрым способом они особо особо в борьбу не успели вступить как развалили что предмет труда развалили советский союз исчез горбачёв довел дело я не знаю вольно или невольно мне жутко не понравилось его поведение в форосе мне было 16 лет но я очень я очень хорошо понимаю что происходило он понятно было совершенно очевидно даже по тогда при тогдашнем отсутствие интернета коммуникации там совершенно очевидно что он допустил этот путь никаким заложниками его не держал абсолютно был в сговоре с ними или полу сговоре позволил всему этому случиться кстати а застатки авторитета у него рухнули тогда внутри сосна последние моральные поступок у при поняли что он на самом деле с говорим с ними вот эти товарищи они сделали его символической фигурой поражения хотя путин вчера принес соболезновали свои и хотя от него ждали что он закрепит национал предателям там вот как и ну вот и фишка в чем что они как бы эти люди готовились схватки то есть было два поля они в хоккее проиграли западу нхл потом они вернулись на баскетбольную площадку ли там ли футбол как бы на для того чтобы выиграть внутри хотя бы западу приобрели внутри то влазь на на покер на стол а потом обнаружили что стал а то нет и колоды спалили не во что играть то есть это ощущение людей которые приготовились бою приготовились выигрывать тут хотя бы внутри союза как он снова там насажденную крепость превращаться нам сохранить власть партийна там и бешен армейского аппарата в и покажем агробачев спалил стул вот я уже не знаю осознанная не просто кант нету играть не чем стало тоже нету пепелище но суда расходиться И весь остаток своей жизни эти товарищи посвятили компенсации вот этой подлости, которую им устроил Горбачев, как они считают. Для этого они решали две задачи. Вернуть поле боя, снова собрать стол, сколотить, снова раздать колоду. И все было готово к игре. Но стол не получается, потому что стол начали собирать теми же методами, которыми действовали в холодную войну. Там непризнанные республики, пограничные серые зоны, война, релаксационное всякое движение. И там попытка ля-ля-ля. Короче, они не решили даже первую задачу – собрать Советский Союз, а потом установить власть. Они сначала решили власть получить, а потом собрать Советский Союз. Ну, как бы леденским путем. Но лишний раз показывает, что это, в принципе, публика недалекая очень. Абсолютно. Они не субтитры. Гений, гений, так сказать, управления, мировой историей, колесо крутили. На самом деле он был абсолютной посредственностью, Горбачев. Возможно, время было выдающееся, а сам-то он ему не соответствовал. Эти же недалекие еще. А эти еще хуже. Потому что они не успели получить Советской закалки. Советский профильный министр – это было много. Конечно. Обычно человек, если человек 30 лет в отрасли… Он решил все пройти, все пройти. Да, он что-то понимал. Это были величины. Это была величина. Как ни крути, что там не говори, это было величиной, как управленцы. Политбюро, не знаю, ну, профильный министр. А эти же что успели? Подполковниками, майорами они были на момент распада Сузы. Кем там был Путин и так далее. А них только путевка, путевка жизнь была выдана, как ее забрали. Там Патрушев, кем они были, там Шойгу и так далее. И они оказались такими вот… Их от Горбачева отличала только последовательная беспринципная жестокость по отношению к своим. Такие же серые товарищи в шляпах. Вот Рейган же очень живописный, как актер, он же чувствитель. Написывал встречи с Горбачевым. И на крейсере, какой там был крейсер, не помню, возле берега Мальта или они встречались. Чуть ли не Москва, предыдущая, там еще что-то и так далее. Что он говорит, что я когда увидел этого человека, вообще группа этих людей в серых костюмах одинаковых, я подумал, ну сейчас мне предстоит тяжелая борьба с идеологами, с коммунистами. У них же своя вера, своя кантология и так далее. Потом я увидел, что у него сейчас и Кортье там или что-то такое. Я понял, что мы выиграли. Ну что же… Или, подожди, цитируя Ахмад Шаха Масуда, это очень важная вещь. Он рассказывал, я читал у него, он рассказывал, или смотрел контакт-тервью, рассказывал, как ему на переговоры полковника ГРУ прислали советскую. Ну там о перемирии, там тайные переговоры все рисковали, потому что в охоту афганского правительства, которое напряговало против Масуда, его там тропами привели, вот он сел, он говорит, мы с ним начинаем разговаривать, чай пьем. И я пытаюсь нащупать собеседника, договариваться. Он говорит, смотрю, он смотрит, куда ты мимо меня все время. Он говорит, я приготовился к тяжелой схватке, имперский полковник, значит, пришел, машина, как ни крути, советская мощь огромная, мы там крестились, не знали, будем ли живы и так далее. Он говорит, все время смотрит мимо меня, говорит, я оборачиваюсь, куда же он смотрит. У него стоит двухкассетный шарф. Да, я понял, кассетный магнитофон. Да, он говорит, я понял, что мы выиграли эту войну. Я ему подарил, говорю, скажи, возьми магнитофон и давай подумаем о деле, потому что ты постоянно отвлекаешься. Он говорит, я понял, что мы победили. И вот эта публика, она дорвалась до золотых унитазов, до сверхдоходов. О, да. Причем переносных унитазов. Она построила дворцы в Геленджике. Она убила ради этого кучу людей и убивает. И что? Чтобы что? В России 50% сел негазифицированных, народ развращен. Народ сейчас, да, от него чураются, как от чумного бараха от России. Не хотят видеть их в ЕС и так далее. Русским сейчас быть стыдно. Все ради унитаза. В какой-то реке. Но зато у тебя золотой унитаз и золотой ёршик, а дело жизни по восстановлению Советского Союза и отомстить прелятному Горбачеву ты не смог. И еще, как бы, он еще и взял и умер. То есть ты не успел построить новое СССР и показать, что, Миша, на, выпусти, Михаил Сергеевич. Как бы, да? Выяснилось... Это выяснилось после того, как они не смогли отомстить американцам. Понимаешь? Горбачев был близкой целью. Отчасти они это реализовали, потому что отыгрались на тех, кто были эпигонами процесса распада СССР. На них они сумели, внутренней этой фронте. А на Америке, ну вот мы видим как. Так, и Михаил Сергеевич ушел непобежден. Если его брать в телепротивостояние с этими... Не посадили. Последующими, да. Сколько было разговоров, что национал предатель казнить и так далее. Дожил персональным пенсионером. И внимательно за этим всем наблюдал. И даже интригу раздал. В последнее время жил в Баварии, кстати. Продолжение следует...